Приветствуем вас, дорогие братья и сестры! На библейском портале Экзегеты мы сегодня вспоминаем святых царственных мучеников царя Николая, царицу Александру, их чад, дочерей Ольгу, Татьяну, Марию Анастасию и сына царевича Алексия. Они прославлены у Господа на небеси. И прямо скажу, что, конечно, тема эта во многом больная и люди переругались и, наверное, каждый из нас в жизни проходит свой определенный путь отношения к царской семье. И бывает так, что в какие-то первые годы у нас одно отношение, но потом мы созреваем, взрослеем духовно и нам открывается вот что-то новое. Не то вот примитивно-поверхностное, когда мы готовы все осуждать, всех крушить, все представления, которые в церкви есть о царской семье, крушить все это и думать, что мы самые правильные, что мы самые разумные. И в своем суде якобы мы самые правосудные. Но у Господа совершенно иной суд. И вот царь Николай, он родился в день Иова Многострадального. Иова практически не могли понять его друзья. Он вроде бы был богатый, он высокопоставленный и вдруг начинает терпеть какие-то бедствия. Казалось, что сам Бог его наказывает и только Господь оправдывает Иова. А убит царь был в день памяти Андрея Боголюбского, святого Андрея Боголюбского. Кстати, он тоже страстотерпец, он прославлен в лике святых и убит он был своими собственными слугами. И случайно ли это или нет? Или все-таки есть особый божий промысл? И вот когда царскую семью спускают в подвал Ипатьевского дома, когда вот в этот небольшой помещенец за решетченным окошком их всех сводит, их даже не предупреждают. А поначалу даже, как они рассуждали, Юровский и прочие там, не будем вспоминать всех их имен, они недостойны того. И вот они рассуждали, что может быть даже просто вот во сне всех их поубиваем, подойдет каждый кровати спящего и будет стрелять, будет уничтожать. Но потом все-таки решили спустить именно в этот подвал. Поскольку царевич Алексий был болен, то он всю жизнь, кстати, страдал, мучился, но молился Господу. То его посадили на стул. И вот тут, как только Юровский прочитал вот этот приговор, да, что так как вас могут освободить, мы должны привести смертный приговор в исполнение, тут же они все начали стрелять. И поначалу-то было расписано, кто в кого стреляет, да. Но все спешили выстрелить прежде всего в царя. И вот после первых залпов падает именно святой царь Николай II. Успели перекреститься царица Александра и старшая дочка Ольга. Это та самая дочка Ольга, которая фактически в своих письмах запечатлела духовное завещание царя Николая. Она пишет и говорит, что отец просил передать, чтобы никто не мстил за них. И что мы не можем на ненависть отвечать ненавистью, потому что ненависть только возрастет. И победить зло можно только любовью. И вот это вот внутреннее настроение царской семьи, особенно в эти последние месяцы их жизни, это их отношение вот к своей участи, к кресту, который был возложен и являлось основанием для их прославления в лике святых. Вот вспоминаю, как наш современник, иромонах Нил Григорьев, он рассказывает про то, как он в свое время тоже сидел в тюрьме. И фактически надо прямо сказать, что после расстрела царской семьи фактически вся русская земля превратилась в сплошную тюрьму, в сплошное кровопролитие, где гнобили друг друга. Вот царя его попрекали в том, что он там кого-то притеснял, да, кого-то там утеснял, но сидящих в тюрьмах было в десятки и сотни раз меньше, чем в советское время. И если посмотреть статистику, то да, за 22 года правления Николая II было приведено в исполнение четыре с половиной тысячи смертных приговоров. Вроде бы кажется много, но в советское время, в советское время ежегодно, ежегодно приводилось таких приговоров, смертных приговоров, в несколько раз больше, по-моему, в четыре раза больше, или сколько-то, ну, в общем, значительно больше, ежегодно. И не был уж он настолько кровавым и зверским, как его рисовали, это вот как только не спровергли царскую семью, все повалилось, повалился фронт, повалились отношения между разными сословиями. И в последующие года, десятилетия, что друг друга убивают, расстреливают, наполняют тюрьмы заключенными. Вот читайте воспоминания Варлама Шаламова, даже не Солженицына, а Варлама Шаламова, где вот именно жесткая реальность наших лагерей. А сидели за что? Да ни за что, что кто-то просто вот чего-то сказал. Ему дают за это 10 лет или 15, в царское время такого не было. Сидели только за то, что не только ты сказал, а кто-то на тебя сказал. Доносительство, стукачество, оно просто зашкаливало. И вот романах Нил Григорьев, который был еще молодым человеком, и вот он сидел в тюрьме, и по-моему, даже это было в карцере, где там вот холод, и он мог умереть. И ему было открыто, вот он увидел как раз царскую семью и царевича Алексея, и ему было предсказано, царевич Алексеев предсказал, что вот он станет священнослужителем, батюшкой, что он вовсе не умрет, что он еще послужит Господу. А сам он этого вообще тогда, он еще Виктор носил имя, не ожидал, он даже не думал о монашестве. И так все исполнилось. То есть одно дело, это когда убивают на земле, но другое дело, кто эти люди пред Богом. И все-таки зверство тех, кто совершал это кровопролитие, оно просто потрясает. Убивают всех, убивают этих невинных девушек, которые еще не познали никакой человеческой любви, которых никто еще из противоположного пола даже в щеку не поцеловал. И вот Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, они все кротко принимают эту смерть, как Агнецы Христовы. Мы упомянули старшую дочь Ольгу, а вот следующая Татьяна, и в дневниковых ее записях, в одни из последних записей, она цитирует святого Иоанна Кронштадтского. «Скорбь твоя велика, но скорбь Спасителя в Гефсиманском саду безмерна. Если тебе плохо, ты соедини свою скорбь со скорбью Господа, и тебе станет легче, потому что Он страдал за весь мир». И вот это было ее внутреннее отношение к тем скорбям, которые происходили, к страданиям Татьяны. А Мария? Мария вообще мечтала стать многодетной мамой, говорила, что я вот хоть 20 детей готова родить, и она с удовольствием нянчила других детишек, и вот в нее тоже стреляют вот эти зверские лица, которые не могут терпеть святых людей, которые целятся в эти беззащитных фактически созданий Божьих. Анастасия, она последняя младшая дочка, она была самой жизнерадостной, самой такой вот веселой, остроумной, радовала всех вокруг себя, и она погибает самый последний. Она кричала, закрыв ладонями лицо, и ее уже докалывали штыками вот эти озверевшие люди, то есть фактически не люди, а просто-напросто звери. И царевич Алексий, а ведь тут же вот мама, которая видит смерть их на своих глазах, она всех их вынянчивала своими руками. И тут надо понимать, что в основном-то высокопоставленные люди, они сами не нянчили своих детей, сами не кормили их материнским молоком, они искали каких-то там нянек, кормилец, в царских семьях зачастую отдавали детей там бабушкам, чтобы те с ними возились. А вот царица Александра, она каждого нянчила сама. Рождались примерно через два года, и, ну, вначале вот четыре дочери, она даже, она ведь была очень застенчива и стеснительна, и чувствовала свою вину, что никак не может родить наследника, то есть дочка, потом дочка, дочка, дочка. И только вот по молитвам преподобному Серафиму Саровскому, ведь именно царь Николай Второй прославил, настоял на этом и участвовал в прославлении преподобного Серафима, и мощи его нес на своих руках. И вот после этого как раз и был зачат царевич Алексий, и все они получили глубоко христианское воспитание. Вот повторяем, что царица, она сама нянчила, она даже документы подписывала, держа младенца на руках, сама пела им колыбельные песни, сама их учила, и вот на ее глазах они все расстреляны, все убиты, и фактически те, кто это совершал, они обрекают вообще нашу родину, обрекли родину на постоянные вот эти зверства, кровопролития. Конечно, не нужно думать, что здесь вот только вот вина каких-то там большевиков, это в целом произошел какой-то вот слом сознания. Монархии фактически рушились по всему миру, и к настоящему времени серьезных монархий, я думаю, что практически нет. Где-то остались какие-то там вот декоративные, но монархии, они уходили уже на второй план, то есть изменилось сознание людей. И вот это потребительски прагматичное, такое свободолюбивое, эгоистичное отношение к жизни, оно, видимо, не могло ужиться со строем монархическим. Да и империи какие были, вот не надо думать, что Николай II, он не удержал империю, он ее 22 года держал в своих руках, а первые революционеры, Керенский там и прочие, даже сохранилось такое стихотворение. «Тогда у блаженного входа в предсмертном и радостном сне, я вспомню Россия, свобода, Керенский на белом коне, только вот этот конь, он надел много навозных куч и ускакал, и в общем-то, что они? Они всего лишь несколько месяцев продержались, они-то думали, ну сейчас вот мы царя так вот ловко не спровергнем и наведем порядок, а такой порядок навели, фронт сразу рухнул. До этого уже отодвинули немецкую армию, там на какие-то задворки, готовилось весеннее, летнее наступление и все, уже подписаны были предварительные планы о победе, о том, что Россида отходил даже Константинополь, фактически Стамбул, неимоверно, что просто вот планы были. И ловкими какими-то трюками вот эти дельцы Гучков, Милюков, Радзянко там и прочие, подговорив генералов, Алексеева, который об этом очень переживал, впоследствии раскаялся и прочих генералов, они вот ловко не спровергли, думали, сейчас мы наведем порядок и все рухнуло. Рухнул фронт, рухнули отношения во всех губерниях, возник тут же красный террор и продержались-то они всего там что-то около 9 месяцев. Царь 22 года, они всего 9 месяцев, а потом кто? А потом больше всего вроде бы там было тоже этих эсеров, но нет, просто когда начинается взаимное уничтожение, то неожиданно выходят какие-то вот фигурки, которые в этом стихийном процессе внутренней грызни, они вылазят наружу, и вот приходят большевики, а вообще-то Троцкий был там основным лидером, и впоследствии все равно и он тоже, и его убивают, Троцкого, и само наименование троцкист было уже ругательным выражением, то есть революция, она всегда пожирает своих сыновей, революция это всегда самоуничтожение, она не может навести никакого порядка, и вот посреди всего этого страшного террора, всеобщего безумия, мы видим святую семью, семью, которая хранила идеал чистоты, искренней взаимной верности на протяжении многих лет, царица Александра не любила балов, она избегала светского общества, она была стеснительной, надо прямо сказать, она не умела общаться, из-за этого ее там считали высокомерной, да, что-то она там не открывает свое сердце другим людям, но она с детства выросла, когда у нее мама умерла, ей было шесть лет, то до этого веселая девочка стала замкнутой, такой вот стеснительной, где-то в себе она закрывалась, но в семье она раскрылась полностью, и она настолько любила своего супруга, царя Николая, что каждый день писала ему письма, каждый день, и не надо думать, что она там как-то диктовала, командовала, потому что не так много часов в день отводилось им на общение, царь фактически до полуночи работал, до полуночи работал, и только какие-то редкие минуты уделял, ну, какому-то такому вот общению, поэтому, может быть, она и писала письма, и потом мы знаем, что, конечно, и временное правительство, и там другие проводили всякие расследования, пытаясь доказать, что она там работала на Германию, там еще чего-то, и ничего не было доказано, и вот один из даже следователей, он написал, она чиста, как кристалл, просто существовало много сплетен, люди нечистые и о других думают нечистые, грязные стараются везде увидеть какую-то грязь, а когда проводилось объективное расследование, то ничего не нашли, но нашли единственное, что она, конечно, давала советы своему супругу, чтобы вот в годы уже Первой мировой войны он все-таки вот разогнал эту революционно настроенную думу, чтобы он убрал вот тех, кто и на самом деле были идеологами революции, а он отложил, вот если бы он прислушался к ее совету, то, может быть, и не было бы революции, хотя нет, все равно бы произошло, слишком много уже бродило вот этих таких злостных процессов в нашем русском обществе, видимо, Господь просто действительно вот по желанию сердца нашего подал людям, чтобы они вкусили ту свободу, которая их и отравила впоследствии, за которой и лилась рекой кровь. А царица Александра, кто знает о том, что она часто любила одна совершенно посещать какую-то отдаленную петербургскую церковь, так чтобы ее никто не узнал, в сопровождении только одной служанки она приходила и падала на колени перед иконами и молилась. Иногда на коленях она молилась всю службу. Если ее вот замечал кто-то и узнавал, и тут же начинали ей какое-то внимание уделять, она от этого очень смущалась, потому что искала уединенные, чистые, искренние молитвы. И вот эту вот душу, видимо, русские люди в то время так и не смогли распознать. А ведь в Первую мировую войну она и старшая ее дочь Ольга, они сдали специальный экзамен и им разрешили ассистировать при сложных операциях. А что это такое? Ну вообще они ведь и собственные дворцы отдали под госпитали. Операция это что? Это что-то ампутируют, это что-то отрезают. Вот многие ли сейчас высокопоставленные чиновники или их жены, да, или их дети пойдут ассистировать при таких операциях во время каких-то военных действий? Сейчас происходит, ну конечно не в тех масштабах, но мы слишком эгоистичны, мы слишком любим комфорт. А вот царская семья, там считалось так, что с детства нужно приучать детей к очень строгой дисциплинированной жизни. Не должно быть ни одного часа пустого времени. Всегда должны чем-то заниматься. Если царевич Алексий, у него ведь даже был, там отделили такую поляну, которую засеяли рожью, и он потом серпом сам срезал эту рожь. Ну конечно для него это занятие может быть было несколько опасное, учитывая его недуг гемофилии. Ему нельзя было получать никаких ран, но все равно. Он конечно рос и как обычный мальчик, у него в карманах были оловянные солдатики, какие-то камушки. То есть такой простой хороший мальчик, который дружил с детьми простых слуг. И он никак этого не чуждался, и сам царевич Алексей мечтал, что вот я когда вырасту, то если вот стану царем, то постараюсь сделать так, чтобы в моем государстве не было ни одного обездоленного, ни одного нищего. Да собственно говоря, нищета-то она и наступила уже в советское время. Крестьянам обещали землю, а в итоге что? Наоборот, отняли то, что было. Если до этого очень много было из крестьян владельцев земли, если много было таких хозяйственных людей, то потом всех, как говорят, раскулачили, всех загнали в колхоз, и потом из этих же колхозов каждый тянул. То есть превращали фактически в сообщество воров, да, в стукачей, доносителей, в предателей, таких вот подленьких, гадких личностей. И вот спрашивают, а в чем же святость царской семьи? Да в том и святость, что на фоне всего общего вот этого безумия, какой-то нечеловеческой, зверской жизни, это вроде бы простая христианская семья, где искренне любили друг друга, где молились Богу, где сохранили верность своим личным обетам. Вот эта семья, она действительно просто святая, в своей обычной человеческой порядочности. Ни одного аборта, да, ни одной мысли о том, чтобы где-то там искать плотские связи на стороне. Вот льют всякую, конечно, грязь, и там про Распутина говорили, и что угодно, но подлинные документы, они вскрывают, что это все совершенно не так. Находясь в заключении, конечно же, и царь, и царица, их дети прекрасно понимали, чем это может закончиться, и чем это должно закончиться. И вот у царевича Алексея даже вырвалась такая фраза, вот если будут убивать, только бы не мучили. Ну, на самом деле, вся его жизнь, она происходила как сплошное мученичество. Он с малых лет терпел очень тяжелые боли, вот мало кто об этом знает. Когда он небольшой ушиб получал, то образовывалась гематома, потом внутри все это разрасталось. Это давило на нервы, на хрящи, он терял способность ходить, наступать на ногу, и это доводил, боли доводили его до обмороков. И тем не менее, вот он все это терпел, да, он молился и слушал то, что читает ему отец. А отец в последние месяцы читал священное писание. Были, конечно, и другие книги, но эти месяцы, месяцы перед кровавой вот этой кончиной, они были наполнены особым молитвенным обращением к Господу. И вся семья, это вот как подсвечник пред Господом, где отдельные свечечки, они горят и устремляются все вверх. Вот Сергей Бехтеев, один из поэтов того времени, написал стихотворение, и, в общем-то, стихотворение это царские дети переписали, и в каком-то смысле это вот как тоже отражение их внутреннего настроения, отношения к происходящему. И там есть такие строки, «И у преддверия могилы вдохни в уста твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов». То есть вот какое у них было к этому отношению. Они молились за себя, о прощении своих грехов, они молились за врагов, чтобы Господь их помиловал. Они молились за Россию, и в этом смысле они как бы вот повторяют подвиг самых первых русских страстотерпцев, Бориса и Глеба, которые вместо того, чтобы продолжить борьбу за власть, значит, еще проливать кровь, кротко приняли вот этот крест и эту мученическую кончину. И, наверное, одним из таких вот выражений канонизации царской семьи стали уже слова святителя Тихона, патриарха Всероссийского, потому что, ну, кто поймет святых, святых поймут только святые люди. Вот мы не сможем до конца понять. Мы все время будем что-то изыскивать и говорить, что вот мы умнее, мы знаем, как надо было царю править, и вот здесь надо было по-другому, и там по-другому, и надо было все избежать там, и Хадынскую трагедию, царь места себе не находил, а надо было принимать участие в дальнейших государственных делах и решать с Францией, то, что Франция уже назначила вечер торжественный в честь его канонизации. Пришлось идти на этот вечер, но с каким мертвенно-бледным лицом он ходил там, а ему поставили это в вину, и потом они посещали лазареты, посещали раненых, конечно же, были наказаны те, кто непосредственно оказались в этой виновнике, в неправильной организации на поле Хадынском этих процессов, что привело к трагедии, но все равно ставят вину это царю Николаю. Никто почему-то не винит Петра Первого за те поражения, которые у него были, которые предшествовали его победе над Карлом. никто не винит Петра Первого за то, что при нем население сократилось, существенно сократилось, и Николай Второй про это и говорил, кстати, что вот я не хочу увеличивать и поднимать авторитет России за счет сокращения мощи нашего народа. Петр Первый, он выжил все, и население сократилось, а вот при Николае Втором население увеличилось на 50 миллионов, у нас сейчас сокращается население, при нем возросло за годы его правления на 50 миллионов, ну а потом революция, гражданская война, миллионы погибших, и разрешили аборты, и так далее, и по накатанной. И Николай Второй, вот кто из нас его помидает? Да никто. Мы не были в тех исторических условиях, мы не находились на его месте. Его поймет, как святого, его поймет только святой человек, и вот таковым является как раз святитель-патриарх Тихон Всероссийский, который на третий день после расстрела царской семьи уже в проповеди обратился к людям с такими словами, что вот расстрелян бывший наш государь Николай Александрович, и что он мог бы, мог бы после сложения себя царских полномочий искать себе легкую участь где-нибудь за границей, то есть он мог об этом договориться, мог кого-нибудь подкупить, возможности такие были, но он решил остаться и страдать вместе с Россией. Вот так сказал святой патриарх Тихон, он сложил себя свои царские полномочия имеют в виду только благо России, но когда все вокруг требовали этого, когда никто его не поддержал, и даже в царском дворце какая вот охрана была и прочие войска, в общем-то, кого не возьми, что Корнилов, который арестовывал царицу, что прочие генералы, они потом впоследствии, конечно, все пожалели об этом, и поэтому и в Белом движении никакой правды не было, и поэтому первый организованный Корниловым штаб, может быть, поэтому он по промыслу Божию и погиб быстро, туда попал шальной снаряд, и все это вот сплошной хаос, самоуничтожение, нет правды в революции, а неправда началась с убиения царской семьи. Они же сохранили верность Господу до конца, и вот святой патриарх Тихон, он фактически как раз первым и начинает вот это особое почитание царской семьи, которая продолжала среди иммигрантов, среди наших благочестивых людей, и несмотря на то, что были страшные дискуссии и споры, и попытки дискредитировать, вдруг в конце 90-х годах замироточили иконы, и иконы стали свидетельств фотографий царской семьи, а где-то их образ проявлялся на стене храма, или где-то вот еще, то есть сами святые образы, и вот это вот мироточение стало как бы ответом на огульную критику, и, конечно же, мы не будем включаться сейчас в эти споры, мы просто знаем одно, что церковь, церковь почитает царя Николая, царицу Александру и Чатых как святых, и этим святым мы молимся, чтобы нам хотя бы немножко возвыситься над пошлой жизнью, в которой долгое время утопало наше общество, мы молимся, чтобы и наши семьи хотя бы немножечко отражали дух их семьи, чтобы наша взаимная верность, радость мужей, о женах, женах, о мужьях, хотя бы немножко отражали их радость и их верность. И остается нам только попросить их молитвенного заступничества пред Господом и от всего сердца сказать «Святые царственные страстотерпцы, молите Бога о нас!» Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok